на разрытом древними каменотесами хребте узкой полоской протянувшимся вдоль моря находилась одна из первых крепостей построенных крестоносцами на святой земле на халь орен небольшой ручей вытекающий из-за трогов горы кармельной достигал средиземного моря вот мы поднимаемся на эту крепость водом ручья некуда было деваться и вся долина к востоку превратилась в топки и болот вот остатки болот еще в древности народы населявшие землю израиль прорубили рукотворное русло в хребте чтобы на халь орен смог впадать в море низменность оставалась заболоченной но у самой гряды образовался узкий проход позволяющий добраться до приморской равнины и закрывки саре дальше порт яфа римляне называли это место петра пенсы пенсы со или ве ангуста перешей позже появилось новое имя дистрикту что означало узкий проход на хребсе располагался вероятно постоялый двор с конюшнями и помещение для ночлега вырубленная в скале выход с подземного ухода неподалеку находился древний город карта который посетил путник из бордо в 333 году нашей эры это название ошибочно перенесли на район старой крепости хурват карта с появлением крестоносцев 90-е годы 11 века переход между болотами морскими песками переименовали на французский лад леди труа место считывалось считалось опасным разбойники грабили караваны купцов паломников однако франки не предпринимали решительных действий пока в засаду мусульман едва не попал король бог дун 1 очевидно строительство крепости началось 1103 году древние укрепления вытесенные с цельные цельного тела скалы были дополнены каменной кладкой леди троя 16 на 11 метров относился к замкам типа нормандская башня башню окружал внутренний квадратный двор со стороной около 20 метров скале служивший восточной стеной двора были вырублены загоны для домашних животных вот ров 1 там ров другой этой стеной восточной крепостной стеной обращенный к болотам находился ров высеченный в мягком известняковом камне несколько колодцев для сбора осадков и близкий ручей удовлетворяли потребности в воде севернее замка в скальной породе вырублены были помещения для конюшен вот там сейчас помещение для конюшен вероятно франки использовали сооружения над которыми трудились не одно поколение ханаанских и зеникинских племен об этом свидетельствует наскальная надпись к югу от крепости две буквы семитского алфавита видимо не оконченное слово отлит подтверждают древнее происхождение поселения в 1218 году во времена второго иерусалимского королевства несерповидном полуострове образующим удобную бухту был построен замок шато пелерин и маленькая крепость утратила свое значение какое-то время леди дура охранял восточные границы тамплиерского гиганта но с подходом армии амира дамаска аль-муазама в 1220 году решено было выкурировать гарнизон и разрушить замок на взгляд в том числе и в целом сейчас его обойду так что кто-то выход а тут хватит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok